пока идет мысли всем привет привет тема этого видео это миф о том что диета дюкана белковая диета и вы себе испортите почки и тому подобное даже было такое что у вас отвалятся почки да у нас такой комментатор был один причем я говорю ну через сколько они должны отвалиться там но почему готовится я же боюсь а то два с половиной года сижу на белковой диете и хоть бы что 3 года уже на количество времени нужен организму обязательно это это наши мышцы они будете есть белок и сядете нам на какую-то диету откажетесь там но от хлеба от сладкого но и не будете употреблять белок у вас будет будет уходить не жир а мышцы горят мышцы на мы своим языком это будем рассказывать потому что это все есть научное объяснение там всякие термины которые никому не нужны но поверьте что своим языком если сказать будут гореть мышцы вы будете худеть не очень красиво я бы сказал да ну как сказать ну да жир будет оставаться а мышцы мышцы пропадут надо в цифрах и а я покажу у меня есть у меня же все посчитано что называется да я вот реально покажу что в день когда в белковый день вы употребляете не только белки в белковый день по дюкану что у меня почему-то в белковый день откуда берутся углеводы и жиры ну как так да вот даже возьмите просто продукты посмотреть какие продукты можно в этот день скажите где там чистый белок ну вот все уже знают что есть видео на нашем канале где я рассказываю про белковый чисто белковый день здесь вот я тоже выбрал один из дней у меня такой был для примера сейчас я перечислю продукты какие можно на дюкане и сами посмотрите если там чистый белок для примера возьмем такой продукт как кефир однопроцентный по госту вот все данные и так в 100 граммах как вы видите с правой стороны 2 и 8 грамма белка 1 грамм жира и 4 углеводов берем следующий продукт молоко 1 и 7 процента витебское молоко то есть настоящий в одной кружке 0 белков витебском молоке в 1 и 7 проц 1 и 7 жира 4 и 7 углеводов хорошо идем дальше творог творог дикси многие знают наверно 1 процентный что там 16 грамм белка 1 грамм жира и 1 и 3 углеводов ну хорошо это как бы белковый продукт опять разрешенное яйцо надеет дюкана даже 2 там можно в белковый день и что мы видим это в 100 граммах значит 12,7 грамма белков 10 грамм жиров и 0,7 углеводов отруби овсяные наши любимые отруби в 100 граммах 18 грамм белков хорошо 7 и 7 грамм жиров и 45 грамм углеводов вот почему собственно дюкана говорит о том что не надо много употреблять отрубей вы просто будете медленнее худеть потому что вы наберете вот эти калории посмотрите в 100 граммах 320 килокалорий крабовые палочки у них тоже разрешены почему говорят там 4 штучки их съесть надо но где-то в районе там 30 40 ну максимум 50 грамм вот и смотрите 7 грамм белков крабовых палочках 0 2 жиров да они не жирны там собственно и краба то нету и 10 грамм углеводов вот мы подобрались к химцифрам которые дают результат за день посмотрите здесь при норме 20 процентов белков я употребил 46 процентов но зато жиров мне положено 30 процентов из дневной нормы я воспользуюсь только 23 процента и углеводы также вместо 50 процентов углеводов которые как бы мне положено в этот день я получил 31 процент вот казалось бы в этот день больше получилось белков но это чисто белковый день но тем не менее углеводы что же есть вы посмотрите и жиры есть если взять любой другой день а у меня такие там были у меня вообще идет все время превышение по белкам потому что люблю молочные продукты а в них как вы знаете содержится белок ну там творог например там еще йогурт молоко опять же то есть у меня постоянно превышение белков но это даже я молоком увлекался еще до дюкана так что вот смотрите думайте вот они настоящий результат не бывает чисто белкового дня это только если вы будете творог и яйцо без желтка употреблять пожалуй только в этом случае у вас будет чисто белковая диета тогда вы наверняка почки посадите откуда-то появляются вдруг углеводы откуда-то появляется жир и там всякие микроэлементы откуда-то нет если вот допустим пренебрегать вот советом дюкана и не есть овсяные отруби то дам возможно что у вас там начнутся проблемы потому что овсяные отруби вы просто возьмите упаковку и посмотрите какое количество минералов витаминов содержит эти он там есть белки это понятно и еще вот я хочу для парня сказать забыла как у него нет но я думаю что у нас узнает он из грузии он не понимает разницы между овсяными отрубями и овсянкой до овсяные хлопья это чистые углевод но там особого особой пользы ну не знаю кто-то верит что там для полезно для желудка или еще что-то но лучше овсяные отруби семя одно овес но разница то что одно является внутренностью этого семени отруби это то что снаружи этого как это корешки и вершки что полезно так вот если вы будете отруби есть вы посмотрите переверните упаковочку посмотрите сколько там углеводов и скажите что вы едите только одни белки один белок это вот яйцо разбили отделили желток от белка и ешьте целый день белок вот тогда вы конечно посадите и почки все испортить наверное кто-то там сказал один умник дюкановская белковая диета вот за это зацепились особенно журналисты они любят так раздуть вот это какой-то миф какой-нибудь придумать раздуть и пугать всех одни чем вредно есть допустим супчик приготовленный без свиного сала котлет из говядины или куриной грудки без там жира лишнего жира масла говорит разрешают жиры потому что организм должны себя говорю в организм должно поступать все по науке по науке у вас жира в организме должно поступать 80 грамм в день но в среднем так 1 грамм на 1 килограмм веса до приблизительно у тебя 80 мне допустим там 54 мне но это не знаешь что ты не больше десяти грамм в день должна есть и не не превышает допустим норму до 300 грамм жира там съесть но это в основном в масло да все жиры содержатся масла масла про жиры а по углеводу тоже не искусственно если вы принимаете продукты просто едите да и вот выходите в магазин продуктов эти большие сетевые смотрите на упаковке там все написано какой процент жира сейчас и даже появилась мороженое из обезжиренного молока мороженое на как бы из йогурта замороженный йогурт сколько на стиве продуктов я например вот до до того как я стала питаться по дюкану я в общем-то не очень любила фрукты вот ну правда но я яблоки общились не могла на них смотрел начинался с коми на ну очень мало фруктов я ела и я не и не вообще ненавидела на и даже мороженое вы никогда не ела сейчас у меня поменялся поменялись я обожаю фрукты то есть вот это вот любимый мой продукт я полюбила мороженое вот это она обезжиренное молоко но не жирное она очень такое приятное поэтому посмотрите я думаю что вот ваших сетевых какие-то кто вот хочет именно обезжиренное мороженое там или еще какое-то мы нашли здесь и с низким содержанием просто низко содержание на но даже сахаром но по той методике по которым мы сейчас держим вес и снижаем его мы можем есть любое мороженое хоть сники сможем съесть надо будет как можно будет себя показать на десяточки я просто могу сказать что эти четыре месяца лёша в общем-то питался разнообразно добавлялись очень много продуктов которые там до этого мы себе не могли позволить и вот этот сброс веса 8 килограмм за четыре месяца замечательный просто вот без без просто без всякого напряга только один вот этот с кавычкой белковый да но я могу сказать что с дюканом очень просто сбросить вес вот ну вот блюша на себе потому что ну вы же не думаете что вот он в один день поправился он всю жизнь был такой пухленький парень и всегда какие-то диеты пробовали и вот я говорю только дюкан нам помог поэтому вот наш опыт как хотите ну дюкан просто все упростил и сделал это некое таинством таким да а на самом деле сядете с калькулятором посмотрите вы скажете все посчитать можно это все за белковую диету нас еще раз кто-то мне скажет что дюкан белковая диета отправлю смотреть это видео вот так вот скажу да а потом докажите мне обратно попробовать фонд комментарии там место много пишите почитаем вот интересно жизнь всем пока худейте с удовольствием пока а и и и и и и и и и